Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка что от меня спросят, что мне придется делать в этой ситуации. То есть не каждый раз мы воспринимаем изменения с восторгом и говорим, «О да, изменения, как здорово, давайте меняться». Вот так все и происходит. Мы меняемся. Сама натура нашего дыхания меняется и меняет то, кем мы являемся. Посмотрите на свою жизнь. Ведь с наступлением каждого нового дня что-то меняется, ведь мы позволили и допустили эти изменения. Мы ассоциируем слово «изменение» со словом «вызов». Мы считаем, что нас попросят измениться, что нам нужно будет изменяться, и то же, что нас принудит к этому, поэтому это заставляет нас задуматься или не спешить с изменениями. Но что было бы, если бы где-то внутри нас, глубоко-глубоко, мы знали, что мы хотим меняться, что мы очень любопытны, и нам правда интересно, мы доросли до этого, мы хотим меняться. Мы призываем это изменение. С этой точки зрения никакого вызова больше не остается. То есть, даже если он есть, то мы уже прекрасно знаем, что сможем с ним справиться. И тогда изменение становится творческим воплощением нашего сознания. Представьте себе, что кто-то, например, берет в руки, ну, скажем, картину, которую вы написали, но она уже дописана, и тогда вы откладываете ее в сторону и говорите «она уже закончена». Вы ставите на мольберт новый холст и заново смешиваете палитру красок. И это изменение, потому что сейчас вам нужно создать с нуля новую картину, это уже новое творение, и вы являетесь его художником, вы движущая сила этого создания, вы скульптор, создатель, который будет творить. Свыкнитесь с этой мыслью, хорошенько обдумайте ее, потому что да, ведь именно такова природа кода изменений. Если, скажем, вы не придаете значение календарю Майя и у вас свои мысли на этот счет, то посмотрите, например, на нумерологию, ведь посмотрите, она говорит о том же самом, о том, что это год великих изменений. И повторюсь, изменение не обязательно подразумевает, скажем, государственный переворот, и вовсе не обязательно, все старое должно быть перемешано и разорвано в клочьях. Повторюсь, что изменения — это может быть время, когда мы осмысленно делаем шаг вперед и начинаем смотреть на жизнь немного под другим углом, чаще выбирая правую сторону, когда до этого выбирали левую, или что-то делая немножко по-другому, потому что это нам на благо, потому что это созидательно. Мы можем научить кого-то чему-то новому, что они никогда бы без нас не услышали, или сами изучить какой-то предмет, который казался нам интересным, но никогда на него не хватало времени, или когда у нас достаточно времени или энергии, мы не удавляли ему внимания. Эти моменты всегда существуют в жизни. Вы всегда говорите, ну что ж, у меня хватит времени, я потом, когда-нибудь доделаю, не надо. Призовите эти изменения, и они могут быть мягко и аккуратно, они могут быть созидательными, они могут быть полезными для вас, могут открыть ваши глаза, они могут создать новую атмосферу вокруг вас, могут дать вам какие-то пороги, которые нужно пересекать, или дать вам страхи, которых нужно избавиться. И я, кстати, сама собираюсь поступать в этом году именно так. С самого начала у меня складывается странное впечатление, что все, что происходит вокруг, изменится и должно меняться. И это впечатление, которое, кстати, может создаться и у вас, плескалось и бесновывалось вокруг меня до тех пор, пока я не позволила ему пройти сквозь меня. Я подумала, что бы ни произошло в этом году, я буду приветствовать это. Я не знаю, что это будет, но я не буду бояться этого, даже если это значит перестать делать что-то, что я делала длительное время, или начать учить что-то новое. Я хочу, чтобы это был год, к которому у меня завязались бы новые знакомства, ко мне пришли бы новые идеи и новые люди. Просто, чтобы дать вам пример, я отказалась от проведения большого количества вступительных курсов в этом году, решила, что не буду их проводить, но наоборот, взяла угрок игры на барабанах, и причем у меня ничего не получилось. Никогда не думала, что смогу провалиться в этой области, и все-таки провалилась. Параллельно я взяла несколько других уроков. Никогда раньше не думала, что решусь на это, но я пошла в тренажерный зал поднимать тяжести. Не знаю, драстут ли у меня мускулы, но я думаю, вам понравится. И все это, это разнообразные пути дать себе новый путь развития. И да, поверьте мне, то, что я пошла делать физические упражнения, поднимать вес, это для меня вызов. Я выбрала это сама, я решила сама себе дать новый путь развития в этом году, хотя я никогда не делала этого раньше. Я хочу посмотреть, на что это будет похоже. Причина, которая подтолкнула меня пойти в тренажерку, это два моих сына. Я вам раньше, наверное, Малане говорила, оба они молоды, у них красивые мускулистские тела. И я подумала, везде их тела следуют командам, которые они им дают. Точно так же, как мы обращаемся с нашими надеждами и упованиями, они работают со своими телами и знают, и ожидают, что тела сделают то, чего они от них хотят добиться. Пользуюсь этим примером применительно к самой себе, и я думаю, что сейчас, как и в любое другое время, мы можем сделать одну единственно правильную вещь. Выбрать что-то и ждать, знать, что она притворится в жизнь, а не надеяться на это. Мы можем выбрать изменения внутри нас и вовне нас. И да, я уверена, что вы, так же, как и я, должны думать о всех тех вещах, которые не могут пока измениться. Но что, если, когда вы начнете менять какие-то из них, остальные последуют за ними и изменятся тоже, и то, что кажется сейчас невозможным, окажется вовсе не таким уж невозможным? И если вы не можете добиться этого сейчас, то добьетесь со временем, потому что это станет возможным. Вот это ваша возможность, это вызов, который нужно ответить. И я призываю вас делать то же, что делаю я сама. То есть просто выбрать. Выбрать одну или две области вашей жизни, в которых вы можете сделать что-то новое, изменить что-то. Сделайте, потому что это же этот год. Это же 2014 год. Вместо того, чтобы ждать, пока различные пророчества сбудутся, пока все то, о чем говорят, притворится или не притворится в жизни, вымерите что-нибудь, примите решение что-нибудь начать или изменить, и тогда вы сможете сказать, оглядываясь назад, «Да, именно в этом году я начал то-то или то-то, или какой-то новый проект, начал вовлажать жизнь, просто потому что я этого хотела». Вот это мой вызов, и если я могу это сделать, это можете сделать и вы. Субтитры создавал DimaTorzok